Очередной фестиваль 4х4 Брест ждал с нетерпением. Еще бы мероприятие уже успело стать своеобразным брендом областного центра. Попробовать непростую трассу в буквальном смысле на вкус приезжают экипажи со всей страны и не только. Как всегда она наполнена песками, пылью, водными преградами. Но смелых гонщиков это нисколько не пугает. Наоборот добавляет эмоции и драйва от каждого пройденного этапа. 4х4 это полный привод, все ведущие колеса. Это активный отдых, здоровый образ жизни, пропаганда здорового образа жизни. И просто отдых для детей, для мужчин и женщин. Автомобиль гонщика по бездорожью Андрея Рейшеля сегодня соответствует требованиям времени и особенностям трассы. От родного УАЗа под крышкой капота не осталось практически ничего. Своё только внешнее железо. Все это водитель вместе с механиком-штурманом переоборудовали своими руками. Старались, чтобы быть, как и прежде, лучшими. Все потому, что у команды надежная поддержка. В лице близких и представители ликероводочного завода «Белалка». А потому ни шага назад, только вперед. Техника, я думаю, готова нормально. Готовились долго, подготовили хорошо. Два друга помогали сильно. Вроде все должно быть хорошо. Настроение боевое. Ну что настроено? На победу. Заветный марш и экипаж вступает в схватку с командой на автомобиле «Розовая пантера». Однако, какой бы упрямая она ни была, победить «желтого тигра-белалка» ей так и не удалось. Группа Андрея Рейшеля уверенно вырвалась вперед и безупречно выполняла элемент за элементом. Страсти накалялись как в автомобилях, так и на площадках для болельщиков. Такая особая эмоциональность – то, что каждый год приводит на трассу под поселком Муховец тех, кто ищет адреналина в череде рабочих будней. Все понравилось. Все красиво, хорошо. Адреналин идет. Взяли себе место. На основе УАЗика. Мотора, тренажровера поставили. Вся трансмиссия, ходовая, патрон Ниссан. Сегодня фестиваль «4 на 4» стал брендовым мероприятием для города над Бугом, формирующим как в других областях страны, так и за ее пределами имидж Бреста как столицы внедорожной культуры. У мероприятия большое количество проверенных временем партнеров. Таких, например, как ликероводочный завод «Белалка», которые поддерживают призами, помогают в организации праздника. Руководство нашего города, я им очень благодарен за эти моменты, что они поддерживают меня. Я думаю, этот фестиваль в Бресте должен только расти. Мы преследуем только хорошие цели, спортивные, чтобы молодежь была здоровее. «Белалка» очень активно нас поддерживает, конечно же, не продукции, а материально. И с каждым годом партнеров становится все больше, и я им очень благодарен за эту поддержку. В программе заездов большое количество упражнений. На каждом были как свои лидеры, так и аутсайдеры. Им на помощь с тросами выходили самые мощные автомобильные мероприятия. В очередной раз праздник показал – внедорожное движение Бреста развивается, потому что есть те, кому это по-настоящему интересно. Продолжение следует...